Строго говоря, ревизия Конституции и всей законодательной базы – это процесс перманентный, который идет с первого дня, можно сказать, Новой России, с первого дня существования Государственной Думы и так далее. Это процесс, у которого нет начала и нет конца. Поэтому какая-то очередная компанейщина, вот так вот объявленная широко, она настораживает, потому что, как известно, вот такие компании, они ничего хорошего не сулят. Что касается законов, то вообще с их ревизией никаких проблем. У нас подавляющее большинство законов принимается простым большинством, 226 голосов депутатов. Этого вполне достаточно для того, чтобы, ну как мы видим с законом по Российской Академии Наук, такой огромный документ, такой сложный, в трех чтениях буквально за день. Поэтому ревизия – это не проблема. Что касается конституционных законов, здесь нужно конституционное большинство 300 голосов, но, как мы знаем, у нас в Единой России и то больше депутатов, поэтому здесь тоже проблем нет. Вот, то же самое с поправками в конституцию. С этим сложнее. Вот, у нас, как бы, конституция считается священной коровой, и ее обычно не краят, и это правильно. Потому что конституция, в общем-то, достаточно на хорошем уровне написана. Вот, ну, для того буржуазного государства, которое мы сейчас имеем, вот, в принципе, конституция вполне приемлемая. Я очень боюсь, что сейчас, понятно, что Дума представляет из себя взбесившийся принтер, и любые изменения бывают только худшему. Потому что 90% законодательных инициатив у нас вносит один субъект законодательной инициативы – это администрация президента и правительства. Вот, если раньше, в мою бытность с депутатом во втором созыве Госдумы, 80% законопроектов исходили от депутатского корпуса, сейчас ситуация поменялась точно туда наоборот. Поэтому все изменения, которые принимались и будут приниматься, они исключительно в русле исполнительной власти, а это, значит, естественно, неправильно, это явный перекос, это нарушение принципа разделения властей. Вот, поэтому я очень осторожно отношусь к этой компании. Субтитры создавал DimaTorzok